Масштабная силовая операция в Кенельском районе. В ней участвовало сразу 100 сотрудников областного главка. Нарушений полицейские выявили немало и почти во всех возможных направлениях. Нелегальные мигранты, распространение наркотиков, поддельные документы. Об итогах рейда Ирина Трофимова. Полицейские вместе с работниками этого тепличного комплекса обследуют территорию. Таких гостей здесь точно не ждали. Да и принять их просто негде. Условия для труда и отдыха оставляют желать лучшего. Живут здесь в ветких домах, а спят на картоне. Зато работают от рассвета до заката. Обрабатывают плантацию площадью в несколько тысяч квадратных метров. При проверке информации о незаконном привлечении иностранных работников на объекты экономики Нельского района было задержано 66 иностранцев. Это выходцы из Средней Азии, из республик Узбекистан, Таджикистан и в том числе из Китайской народной республики. В отношении 20 из них составлены административные протоколы. Кроме того, отвечать придется и организатору незаконного бизнеса. А вот в заключениях этого мужчины виноват исключительно он сам. Прав лишен за вождение в нетрезвом состоянии, однако от управления автомобилем не отказался. При проверке документов мужчина предъявил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение. Купили? А где? Цена большая у них? Сколько? Давно приобрели? В июне месяце. По данному факту проводится проверка. Кроме того, в рамках операции на территории района полицейские проверили объекты торговли и общепита. Из незаконного оборота изъято около 300 литров алкогольной продукции на общую сумму в 29 тысяч рублей. Для личного употребления или для каких-то других целей? Для личного употребления. Что у вас обнаружили, девушка? Представляете, пожалуйста. От каких-либо комментариев отказывается, но молчаливость ситуацию не спасает. В доме у этой 33-летней женщины было обнаружено порошкообразное вещество серо-белого цвета, предположительно наркотик. Весы и упаковочный материал. По данному факту также проводится проверка. Кроме того, удалось задержать двоих граждан, находившихся в федеральном розыске, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Полицейские пресекли факты незаконного хранения ношения и перерегистрации оружия. Всего было изъято 5 единиц оружия, а также более 50 патронов и 500 граммов пороха. Такие масштабные операции обещают сделать регулярными. Ирина Трофимова, Новости губернии.